Привет, друзья! Приобрел фонарик за полтинник в магазинах, фонарик, вот мы с него хотим поставить более мощные светодиоды и переделать подходовые его попробовать. Вот так он светит. Нам нужно вот это стекло, отражатель и вот эту половинку корпуса. Заберем и поставим 1 ватные светодиоды и посмотрим, что у нас выйдет. А из второй половинки фонарика сделаем, в принципе, пауэрбанк. Готовый корпус. Вот сюда можно поставить аккумуляторы, потом контроллерчик и будет готовый пауэрбанк для сотового телефона. Так вот крышка закрывается. Транспортабельный, готовый, есть выключатель, так что в хозяйстве ничего не пропадет. Ну вот такую платку мы спаяли, светодиоды припаяли. И сейчас будем подкручивать, подпаивать радиатор из латунной фолии. Ну вот так вот будет у нас припаял с обратной стороны латунные листы. Сейчас будет у нас теплоотвод. И потом он вставится в корпус и выйдет наружу. Вот такая вот конструкция. Вот так фонарь горел старый на батарейках, до переделки. Попозже вот мы увидим, как он будет у нас после переделки. Ну еще стекла потом, если используются в жиме ДХО, мы герметизируем герметиком силиконом и все резьбовые соединения, все отверстия, чтобы водичка не попадала. Так, ну вот мы до кучи его собрали. Сейчас проверяем, что у нас по току въезд в зависимости от напряжения. Ну вот сейчас в 15 вольтах 0,21. Увеличиваем. Ну вот где-то 13 вольт будет у нас 0,48. Вот так. То есть при влечении напряжения у нас ток потребления увеличивается. 13,4, 0,62. Вот так. То есть если автомобиль его вставить, значит там будут вот эти скачки. В принципе, наверное, ничего страшного, но лучше поставить, я оставил на ЛМ317 микросхемке, собираем стабилизатор по напряжению или по току, ну лучше по напряжению, я думаю. И у нас будет всегда 12 вольт, и у нас будет светодиоды, ресурс намного, намного больше. То есть они более продолжительное время будут работать, меньше будет нагрев их. Ну вот такая вот конструкция получилась. Ну вот, конштейн я сделал, сюда поставил, это будет к машине крепиться. Радиатор вот так выглядит. Ну вот тут свет, ой-ой-ой-ой. Там тест был у нас по сравнению с обычным, со штатным светодиодами, которые стояли. Ну а вся конструкция, вот 50-х рубый фонарик, что не жалко для эксперимента. Старею 7 диодов по тройку. Вот считайте. Результат, конечно, неплохой. У нас тут фонарики 7 светодиодов, поэтому мы делаем 2 группы, 1 на 4, и 1 группа, 2 группа на 3 светодиода. 2 группы мы еще подключаем последовательно 4 просто диода обычных, до ампера, чтобы у нас, как говорится, там падение было где-то 3-4 вольта, чтобы выровнять все одинаково, чтобы световые светили. На стабилизатор по напряжению подключаем на ЛМ317, и у нас постоянно, где-то будет у нас в районе 12 вольт напряжение на ходовые, чтобы скачков от бортовой сети влияния не было. Ну все, всем удачи, пока! Сейчас включим по времянке на аккумулятор, на пробку, ооо, и вот так, ну свету по за глаза, ну потом драйверок сюда засунем в коробочку, какая-то надпиана.